Из-под тишка надо снимать. Из-под тишка снимаем. Что-то тут у них случилось. Какой-то вон дымыч, дымыч, дымыч. Вся королевская рать у них тут в сборе. Там вот тоже что-то дымит. Полиция. Пожарные. Скорая. Машина пожарных пошла на завод. Но нам пока ничего не говорят. Медики пока стоят в сторонке. Пока поехали пожарные. Надо залезть наверх, посмотреть, что там творится. Вот какой-то там дым у них. Я его даже на фотоаппарат зафиксировал минут 20 назад. Что-то там дымит. Но пока нас ничего не предупреждали. Что случилось. Если бы что-то случилось, позвонили бы и сказали бы, что отходите. От причала срочно. Но пока наблюдаем. Посмотрим. Вон еще. Поехали пожарные. Да, интересно. Пекину. Вся техника в сборе. Техника выходит с завода трактора. Там вон, за воротами вижу, вроде как, отцепление из рабочих. Рабочие вышли. Что-то интересное тут происходит. Будем наблюдать за ситуацией. Делаем ставки, господа. Когда мы уйдем отсюда. Кирилл. Это я просто снимаю. У нас еще груз не наварен. Еще говорят, нужно сколько там, 500 тонн наварить. Ну там, поменьше, наверное. Ну я так, примерно. Я что-то знаю. Вот котел, наверное, закипел. Они торопятся нас варить. Для нас. 220-230 тонн. Ну, посмотрим, что происходит. Так. Полиция приехала. Медики пока не вмешиваются. Поехали только пожарные машины. Ну, ладно. Следующее включение. Как там, репортаж или куда? Через несколько минут. Так, скорая поехала. Посмотрим. Не думайте, что тут весело. Нам просто понаблюдаем за ситуацией. Как я уже говорил, если будет что-то критическое, нас просто позвонят или придут, скажут, запускайтесь и отходите. Правильно я думаю? Ну, в случае какого-нибудь конкретного пожара или еще что-нибудь. Может, оденемся, сходим туда, посмотрим, что у них творится. О? Ну, да. Наверх заползти, там виднее. Одна машина пожарная уехала, а она что-то обратно возвращается. Я так буду снимать, как будто скрытой камеры. Еще один грузовик поехал. А теперь куда повезло? Наверное. Может засыпать что-нибудь. Нейтрализатор какой-нибудь, может, агент, реагент какой-нибудь, или что там, как оно называется. Сыпанет, сейчас засыпет, и все. Так, нормально дымит-то. Главное, дым не на нас. Че не говорят, что это такое вообще дымит. Так неплохо шпарит-то. Ладно, в новостях почитаем, может, что-нибудь напишут. Класс. Опять еще, еще одна машина пошла. Че возят, непонятно. Уголь, наверное, может засыпает что-то. Это я просто снимаю, парни. Это походу эти, знаешь, кто приехали? Командиры пожарные на таких машинах. Как это, штаб? Какая подороже машина, там главный начальник. Да. Тут вот секретарша на красном, на неменчике приехал. Там вон работники завода вышли, ничего не делать, наблюдать, сидеть. Там вон тоже дяденька грустит, сидит на лавочке. Музыка какая-то пошла. Либо сигнализация, либо музыка. Опять надымили вон, дыма опять пошло столько. Но дым-то это понятно, это они телегу, наверное, вытащили с этим, с продукцией на охлаждение. А там-то дымит сейчас, вон, на нас все полетело, блин. Так, ну что, все у них тут нормально. Позвонил агент. Пока сказал, погрузка остановлена на сегодня. Закрываем крышки до утра. А что у них случилось? Сейчас попытаюсь объяснить. Самое хорошее то, что никто не пострадал. Получается, получается, там, что у них получается? Производство металла, горящий, горящий металл вылился откуда-то и произошло задымление. Просто задымление. Остановили процесс по ходу дела. Траки ездили, засыпали что-то там. И вот, вроде все нормально. Сейчас они тут, наверное, сейчас закончатся и пойдут домой. По крайней мере, все остановили. Вот, как-то так. Вот. Ладно, понаблюдаем еще, посмотрим. Машина, вон там, видно крыша машины скорой помощи. Пожарники, пожарные, если как правильно. Еще внутри смотрят. Начальство тут у них поприезжало. Смотрят вроде, что там. Вот. Ладно. Посмотрим, понаблюдаем, что у них там творится. Если будет что-то интересное, еще поснимаю. На этом все. Всем пока. Решил я еще немножко поснимать. Ну вот. Мужчин вывели вроде с завода. Но, как я уже говорил, как сообщили, что никто не пострадал. Возможно, люди надышались, просто дыма было много. Но ничего, вон там оказывают помощь. Вроде один пришел своим ходом. Сейчас провентилируют его, у нас посматривают. Жив-здоров. Окажут помощь. Пожарные машины пока не выходили с цехов. А большие, ну я имею ввиду, которые большие машины пожарные. А вот маленькие стоят. Полиция стоит еще внутри. И вот пару машин скорой помощи подъехало. Посмотрим, понаблюдаем. Осматривают дяденьку. Наверное, все хорошо. Я надеюсь, что все хорошо. Вот. Траки все вернулись. Бабкаты вот эти большие. Что-то там подзасыпали чем-то. Пришли, отцепили ковши и пошли вон на стоянку. Посмотрим, еще понаблюдаем. Я уж, конечно, попрощался в этом видео. Со всеми. В смысле попрощался, я имею ввиду, что сказал всем пока. Но еще посмотрим, понаблюдаем. Еще движняк происходит. Ладно. Он хорошо себя чувствует. В машине сидит. Имеет в виду пострадавший. Вот. Ну, вторая вот карета приехала. Может быть, еще кого-нибудь приведут. Ага. Вон встали и не дают Бабкату забрать ковш. Молодцы. Профессионалы они эти. Парни, которые работают. Пришел, подтолкнул ковшик. Подъехал, зацепил и поехал. А, все. Нормально, отпустили. Все, молодец. Или в другую машину. То есть такой чумазенький вышел. Так, все стандартно, как по фильмам. Одеяло. А, покрывало на сиденье, наверное. Ему дадут. Сядет. Ты, говорит, разденься. Немножко грязный, извини. И садись. Сейчас мы тебя повезем на больницу лечить. Ну, ладно. Хорошо. Посмотрим, понаблюдаем еще. Может быть, будет еще какая-то информация. Ну, ладно, все. Уже сегодня будем заканчивать. Все у них нормально, все хорошо. Несколько человек удышалось дымом. Всех проверили. Кого надо, отвезли на скорой. Вроде закончили. Они там осматривали помещение. Потому что, если было бы совсем что-то серьезно, тут бы и другие спасательные службы приехали. А так все хорошо, все нормально. Будем заканчивать. Так еще медики стоят. Пожарные стоят, на всякий случай. Вот, что-то там работают. Не видно, правда, здесь далеко. Вот медики. А вот там, за этими заворонками воротов цеха. Работают погрузчики. Местные ходят, осматривают. Вроде нормально. Ну, пока еще он дымится. Но обещают, что завтра, сегодня ночью, продолжат работу. Будут дальше варить чугун. По крайней мере, мы не догружены. И нам еще нужно партию наварить за это время. Чтобы завтра с утра продолжить погрузку. И погрузить заявленное количество груза. Ну, ладно, будем заканчивать. Тут, походу, долго можно еще стоять. Наблюдать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok